А чё, сразу к нему на хату, что ли, пойдём? Пойдём, а чё, мы смыслом, мы будем по 50 раз ему звонить, что ли? Смились, а? Здарова, брат. Ой, здарова. Ты чё, чё? Выше приехали, что ли? Спроси, что подехали, ребята, это пиздец, короче, вон. По Укстане разбору строили, например, весь такой, поцарапанный из таких ямок. Это он? Да, это он, да. Спалились, али, съёбывались. А куда он съёбывался? Не знаю, да. Смотри, чё он делает. Как нас сваливает Паджеро, 173, номер, ты можешь его блокнуть где-нибудь? Куда? Они тут его хватают, слышишь? Нет, нет. Всё, в карман заехали. Ты видел, как он? Да. Тихо. Давай, Стивер, добой. Убирай на хуй ствол. Убирай на хуй ствол. Убирай на хуй ствол. Ствол, давай, ствол. Убирай на хуй ствол. Ствол, ствол, ствол. Теперь поговорим. Ствол, 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 ствол. Теперь поговорим. Друзья, всем привет. В общем, произошла такая ситуация. Сейчас мне недавно позвонил Рома, сказал, что у него какая-то очень срочная информация для меня, и голос у него был такой, ну, прям довольно-таки на эмоциях он говорил. Как я понял, ребята, это связано с прошлым видео, а если вы помните, у нас была стычка с гопниками, вот, мы искали парня, который, собственно, порезал мне руку, чтобы, как бы, решить с ним вопрос, но мы его не нашли, однако нам дали наводку и сказали его, так сказать, кликуху, его зовут вроде как Клык, вернее, это его погоняло. И сказали, что, типа, ищите как хотите. В общем, сейчас я скоро буду у Ромы, ну, а вы перед началом видоса поставьте лайк, подпишитесь на канал, желаю вам приятного просмотра. Ребят, еще подписывайтесь на мои социальные сети, я оставлю ссылочку на свой инстаграм, ссылочка будет в описании, и также еще в описании я оставлю ссылочку на свой профиль ВКонтакте. Там у меня, к сожалению, уже превышен лимит друзей, то есть добавлять новых я не могу, но вы подписывайтесь, потому что каждую неделю я провожу чистку, удаляю неактивных и добавляю активных подписчиков. Здорово, Санюк. Здорово. Санюк, я у Олега еще так был. У Олега? Короче, да хрен, пусть даже снимает, неважно, можешь выложить. Смысл в чем? Помнишь, я тебе про Олега рассказывал, который чувак, я же не говорил досконально, этот чувак из прокуратуры, он решает все вопросы, он вообще мощный тип. Смысл в чем? Помнишь вот этого Клыка? Ну да, да, да. Вот этот, Олег, сажал Клыка на 2 года, потому что этот Клык накосячил, этот Клык сейчас скрывается, он сам на очке, видишь почему компании в разных местах, а его снимают? Ну да, они его даже не сдавали, поэтому, да? Да, поэтому он скрывается, они его не сдавали. И суть в чем? Этот Клычара... Ребят, дальше почему-то на этой записи отказал микрофон, и звук тупо не записывался. Короче, объясню вам вкратце, что сказал Рома и что произошло дальше. В общем, этот Клык узнал о том, что мы недавно искали его, чтобы отомстить ему за мою руку. Ему это очень не понравилось, и он решил вроде как найти меня первым, но сам он это делать не может, потому что у него сейчас серьезные проблемы с законом, и он скрывается. Поэтому он поручил это дело своим друзьям, каким-то гопникам. Ну а дальше нам позвонил наш друг Исак, который несколько раз снимался у нас видео, и сказал, что к нему в дом ломится какая-то толпа, и они говорят, что ищут меня. Мы пули отправились к нему. Ты видишь, короче, смысл, в чем, брат, их очковать даже не надо. То есть можно даже не переживать. Тем более у нас с Марией есть какие-то знакомые, понимаешь? Ну да. То есть это вот его подъезд, а что здесь никого нет? Они на них свалили, да, уже? Они его припугнули? Ну а сколько прошло? Сколько мы? 30 минут почти сюда ехали. А что, сразу к нему на хату, что ли, пойдем? О чем мы смыслом? Мы будем по 50 раз ему звонить, что ли? Ну и да. Ну вроде здесь никого нету, то есть ему даже что-то ломились. Дарова, брат. Ой, дорога. Че, че? Высит, приехали, что ли? Дарова, брат. Ты че, на панике? Объясняйте, что случилось? Я звонил, сбросил, звонил. Спроси, что подехали, ребята, пиздец, короче. Вас, короче, ещет какой-то пацан, не знаю, в двух машинах подъехали, черную, короче. Кто подъехал? Сни, да, успокойся. Нормально, че? Ты че, раз где-то, я не понял. Да, ты че не хотел? Да, блин, не было, блин, я же замез мне уже. Короче, в машину подъехали. Ужас просто, зеркало, ломайся в твоем втроем. Квартиру тебе? Квартиру сюда. Я говорю, вы че хотели? Я что вам плохого сделал? А че они искали, ты объясни. Говорит, этот, ты дружеский, ты снимался у Рома. Пойдем сюда. Пойдем, да. Говорит, ты снимался у Макса, говорит, у Рома я видел, у Санька видел. Я говорю, ну че я такого сделал? Ты их знаешь, давай, короче, адрес. Я говорю, ты вы от кого вообще? Пойдем сюда, здесь потише, не кричи. Короче, мы тебе объясним ситуацию. Слушай, у тебя не было, пока ты был в Москве. У нас вышла такая ситуация, то что мы с Саньком поехали разбираться. Саньку порезали палец, чуваки. Это я тебе расскажу. Это я тебе сейчас останусь, у тебя поможет быть. Я тебе все расскажу, ладно? Смысл че? Мы ему порезали палец, он решил отомстить. Мы нарвались на пацанов, я позвонил одному чуваку. Мы ситуацию разрулили, а это теперь пацан, который насыщет. Он какую-нибудь кличку говорил? Он какую-нибудь кличку говорил? Да, клык что ли? Клык, клык. И насыщет этот чувак, понял? Вот этот клык насыщет. Он с оружием был? Нет, они с оружием были, не видел? Да, не знаю, такие длинные дубинки какие-то, ментовки. Они еще и с палками. С палками. А стволов не было? Били, ломали что ли? Да, конечно, я вам могу показать. Дверг весь такой, поцарапанный из таких ямок. Полчаса я не разберусь, второе лето. Полчаса? Да. Хорошо, что соседка там позвонила, она не только там, говорят, приезжает, обломается. И они уезжали оттуда. Я тебе просто говорю, что, короче, у нас проблема. Слушай, короче, какая история. Я встречал сейчас одним таким влиятельным человеком. Мы завтра поедем, завтра поедем их прессовать. Ты не очкуй. Они, по сути, знаешь кто? Помнишь, в 90-е, как вот эти были, прессовали людей, там, рикетировали. Да, но это такие же ребята, по сути, они нет никто. Они вот из-за этого клык, это у них главный. Они, короче, ищут нас теперь и хотят с нас, видимо, что-то содрать. Потому что, муриц, поехали с Саньком. Я Саньку говорил, давай не ездить на этот палец. Тебе он нужен? Нет, нужен. Мы поехали и опять встряли в всякую чушь. Понятно, теперь понятно. Мы завтра, мы завтра поедем и все вместе, Сань, я предлагаю тебе, говорю, завтра давайте рванем все вместе на нормальном, чтоб день был. Найдем, где он, пробьем. Ну ты че, все, брат, давай, не мертвь. Давай, если че, на связи, если че, подлетим сегодня. Сейчас уже пробок не будет, вечером быстрее гораздо. Давай, не бессмеет, не плясся, братан. В любой момент звони, подъехай. Ты видел, как он напуган? Да, там их сколько, несколько человек, он говорит, пришло, начали долбить. Не, я бы так жачканул, хорошо, что он позвонил. Короче, давай не тянуть резину, без всяких сейчас видео, с завтрашнего дня начнем его снимать. Я отсюда поеду, ты меня не вези, я сейчас зайду все-таки к нему, говорю, а ты уж сам разберешься. Давай, Сань, я к нему сейчас говорю. Все, да, давай. Давай, брат. Ребят, в общем, мне позвонил Рома, как я понял, он уже пробил, где находится Клык. Сейчас мы уже поедем к нему, потому что адрес все как бы есть, мы не хотим долго ждать, потому что нужно закрыть уже этот вопрос побыстрее, чтобы больше не было таких ситуаций, как была с Исаком, как была со мной. Вот, также я позвонил Максу, потому что, ну, мало ли, вдруг потребуется его помощь. Он уже с Юрцом едет туда, но он может немного задержаться, потому что он как бы едет из Кузнецка, и я надеюсь, что он успеет подъехать вовремя, но если что, может быть, его подождем. В общем, я пошел выезжать, ну, а вы смотрите сами, что было дальше. Какая машина, Ром, номер, квартира? Квартира, вот он, а вон он. Это он, да, это он, да. Это он, спалили, садись, егут, не знаю, да. Давай, давай, за ним, поворачивайся, да. Бесполезно сейчас уходить. Давай. Садись, он уходит, слышишь? Он все, я тебе говорю, точно за садись, нас заметил. В белой бурке видел вчера. В белой бурке, да? Был? Да. Куда он едет? Может, Максу позвонить, потому что кто знает, где он едет. Там, как раз, звонит мне, скоро на встречу ему поедет. А я увеличил. Увеличил? Да, чтобы больше увидел ничего. Но это не его машина, правда. Не его машина? Ну, пулак, это точно этот, вот я тебе говорю, это он был. Это он у меня и порезал руку. Сейчас я Максу беру. Увеляет. Кремак. Смотри, что он делает. Слушай, смотри, что он делает, он хочет это. Он хотел смотаться, понял? Да, но мы же не будем на дороге сейчас выходить. Нет, нет, нет. Короче, едем прям до Талова за ним. Да. Куда ты приедешь? Звонил. Алло, ты где сейчас едешь? В мосту, слушай. Каламск, скажи, пожалуйста. Ужать, короче, чувак от нас сваливает. Паджер 173 номер, ты можешь его блокнуть где-нибудь? На встречу поехать. Он едет прям в сторону Клажа сейчас. Он либо на мост, либо под мост. Цвет серый. Такой желтый такой, бежевый. Давай. Что сказал? Он говорит, что пробует. Но вряд ли получится, потому что, блин, если он его протаранит. А куда он едет, мы откуда знаем. Я говорю, он либо на мост, либо под мост. Но ему в любом случае поворачивают сейчас. Какая разница? То есть, если даже так. Он развернутся, либо может, либо так. Вон он, вон, Макс. Вот они. Вот они. Вот они. Стопэ, стопэ. У него стволяны эти. Убирай ствол. Убирай ствол. Тише. 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 Ты будешь отключать нам. Ты будешь деньги отдавать? Будем что давать? Будешь. Машина твоя? В смысле? Тише. Стол убери? Убери. А, убери. Смотри, он до ствола не боится. Будем что давать? Компенсации. Что с излечения конденсации? С излечения конденсации. Ему порезали палец. В смысле? Ты что? Давайте руку отрежем. Тише. Давай отрежем. Ногу прострелим сейчас. Давай стрелять. Закинем. Вы зачем вчера за пацаном? Он вообще не боится. А что вы дискуссируете? Я не пойму. Ты пацану палец порезал. Он требует бабки за это. И все. И мы расходимся на этом без всякой левой. Причем бабки даже не просто, а чисто за лечения. Пускай следить за языком. Кто меня напрягает? Ты первый начал. Блядь. Ну за разговор. Столпой ты нахуй конечно. Ты смелый был. Я просто от него. Я тоже один приехал. Ну естественно. Зачем по компенсации? Ну вообще откуда вы знали, что мы вас ищем? Нет. Как вы узнали? Мы к вам подъезжали, а вы начали уезжать. Блядь. Слухи. Запомнили, ну. Слухи, да? Слухи. У них есть запоминающие лица. Тебя сразу увидели, понял? А? Тебя за рулем увидели. Вот он наверное тебя узнал. Он сразу увидел, да? А ты у тебя даже не разговариваешь? Нет. С ним нет. Не хуй с ним разговаривать так. Слушай. Не хуй ты денег делай. Давай. Буду я никаких денег давать, блядь. Машину заберем, блядь. Я что терпила, что ли? Терпила? Будешь терпила, а что делал? Не буду я нахуй что давать. Будешь. Давайте машину просто заберем, блядь. Машину и все. Зачем? В смысле зачем? Забирай потовую бабку и заберу. Не, ну он прав с другой стороны. Попробуй забери ее. Забери. Забери. Ну попробуй ее. Короче смотри смысл. Что мы уже заебались с этими проблемами от одной, второй. Нам ты про бабки не хочешь, короче, я так скажу. Нет. Нет. Какие бабки? Мы машину убираем. Что еще? Если вот сейчас даже прессовка начнется, мы знаем как решить. Но есть один смысл. Олега же знаешь, который тебя на два года закрывал. В прокуратуру чувачок. Помнишь? Ну. Вот он мне дал все твои данные. Мы через него тебя и поехали искать. Есть вопросы? Нет вопросов? Нам нужны только бабки и мы спокойно уезжаем, и мы друг друга не знаем. Никто никогда друг друга не видел. Что бабки мне отдавать не будем? Так ладно. Давай, пойдем. Ты знаешь, что твой Олег вообще? Нет, не знаю. Вот а спроси его. Потом спрошу. Давай я прямо сейчас наберу ему и ты можешь переговорить. А я думаю, ты не захочешь с ним говорить. Правильно? Тебе не выгодно с ним разговаривать сейчас. Ну бабки отдавать тоже не надо. Почему? Нет. Нету бабок? Короче, ты хочешь проблем с Олегом опять? Опять ситка нужна, а это нет? Давай по-другому решим. Давай как? Давай машину забираем. Машину забираем как еще? Да нахер она машина? А че? А че? Давай его унизим так. Куда он ушел? Че он? Он че делал? Я не знаю. Да стой, 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 стой. Не дергайтесь. Стой, 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 стой... Йурес ты че хочешь? Этот Малонч? Эй л**! Не, урjä! Стой! Стой! Стой, стой! Стой, стой, стой... Стой, 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 стой... Так тоже пойдет, пацаны... Вы че?! По факту... По факту! Крупнее Юрец спеши, крупнее! Уже нашёл в ракур초е... Прям крупно-крупно-крупно, чтобы он понял. Алло, Олег, мы нашли его, короче. Дать ему трубку. Да, давай. Он украшает, ты найдешь нас. Он не хочет с тобой вообще... Что, компенсировали? Компенсировали. В смысле? Сколько покрасок этого говна стоит? Сколько покрасок будет? Мои уже проблемы. Твои, то есть это твои проблемы. Я разберусь, надо, сколько покрасок. Короче, смысл, в чем Олег сегодня приедет и заберет его со своими пацанами, со своими кентами. Опять б***дет, чувак. Короче, я думаю, вот эта покраска и будет лучшая компенсация. Ну все, пацаны, короче, валите отсюда без всяких херни. И запомните, вы нас не видите, мы вас. Все, вообще друг к другу никак не относим. Ствол, ствол, хотя бы отдадим. Ствол не отдадим. Ствол компенсации зарисую. Давай, пока он больше не нарисовал, уезжай отсюда. Все, поехали. Все, поехали. Езжай. А чего так их отпустили просто? А там суть не в том, что это, Ром, расскажи. Да, короче, смысл в чем? У меня есть чувак один, Олег, в прокуратуру, тебе-то я рассказывал про него. Смысл в чем? То, что он с этим вопросом разобрал. Сейчас он до дома доедет, его там схватит и опять сядет. Короче, он сейчас это, еще хуже таким будет. Понял, это там долгая история, потому что с камерой сидел. Да, два года он сидел, это я же тебе говорил. А этот смысл в том, что его сейчас опять закроют. За что? Ну, есть у него свои косяки, походу. Ребят, короче, подписывайтесь на мой инстаграм. И если вы знаете какую-нибудь информацию об этих чуваках дополнительно, не помешает, пишите мне. И также, когда у меня будет 50 тысяч подписотов, мы с Саньком устраиваем конкурс вдвоем. Мы уже не по 2 тысячи решили, а по 5 тысяч двум победителям скинуть. Выберем рандомным методом. Так что спасибо за подписку и за просмотр, пацаны. И по поводу этих чуваков, гопоты, мне информации побольше, пожалуйста. Короче, ссылку на инстаграм Рома я оставлю в описании. И также в описании я оставлю ссылку на канал Юрца. Блин, хорошо, что у него оказался этот баллончик, потому что, я думаю, получилось довольно неплохо. Ему в любом случае теперь придется красить машину. И помимо этого, еще у него будут проблемы с Олегом, потому что у него как бы очень много проблем с законом. И, как я понял, Олег хочет его за это прижать. Ну, а вы напишите, как бы вы поступили на нашем месте, потому что я считаю, что этого достаточно, потому что у него и так теперь будет очень много проблем. Ну, а мы давайте наберем на этом видео 15 тысяч лайков. Как только вы набираете 15 тысяч лайков, я выпускаю продолжение. В общем, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!